вот тут красивый трамвай пробежал рядом получится что скажу то есть покажу не получится еще может пройдет так вот хочется продолжить я не знаю получится или нет заинтересуются люди той частью где я говорил как селе на селе в селе не просто нам жилось нам казалось это рай житье в городе а потом я когда в город приехал помятую о том что отец все время говорю модель модель я иду после университета пешком не на трамвае пешком в общежитии там кто-то лед колет я не выдерживаю прошу него лом и начинаю колоть лед потому что нас постоянно каждодневно приучили физическим трудом заниматься отец это имеется ввиду все время все время что это даже уехав тоскуешь почти тяжелую физическую труду и вот вот ту сторону и но там базара там хозяин базара как-то первый раз озвучил шутку одну она гуляет по интернету он сказал что типа трудолюбие не делать человек начальником если бы это так было то бы лошадь была бы председателем колхоза типа этого ну так есть все летом сколько не вкалывай даже ты жилье получишь но ты ее жилье за копейки продаж временами жилье как-то стоил немного потом она в цене жутко упала я даже вот в городе находясь думал я могу целую кулицу скупить а потом когда газ начали проводить природный подорожала и сейчас опять вот я прошлом году что ли приезжаю село родное там учительница сидит и 92 года замечательно учительница русского языка я говорил о том что в том видео что не не собираюсь все черными красками мазать до замечательно это светлые облики вот этих ушедших или еще же здравствующих педагогов радует вспоминаешь которые учитывая что мы утром только наверно чай попили ушли говорила идите домой пообедать и потом приходите мы приходили после эту школу и мы как факультативно как бы занимались это что я университете учился и поступил и в газете работал не только учителю литературы учителям литературы благодарен но и учителям русского языка человек добросовестно старался и я видео где учителя снимал и сказал что качество образования в нашем селе было на хорошем уровне я судил хотя потому что в университете куда я пришел учиться немецкий язык со мной в группе девушка была у нее золотая медаль была со школой и мы с ней с переменным успехом то она впереди то я а если бы я еще все занятия посещал по немецкому языку это при том что у нас нормального педагога не было по немецкому это же в кино каком-то говорит там один там в институте может быть это баламут фильм может быть там а может где она значит в город уехала учитель с немецкого а он говорит этот студент уже некому нас был учить с войны вернулся великотечествен один и по-немецки немного шпреха у нас и учил немецком дескать у нас тоже то поругается с мужем разведется уедет не было учительницы немецкого нормальный но видно все-таки уровень был неплохой что ваш покорный слуга в университете смог неплохие знания показать и способность была какая-то нельзя сбрасывать там метод ассоциации когда запоминал я лексику легко и ребятам подсказывал как это очень легкий способ такой учительница наша педагог там и на вячеслав царстве небесной замечательный бабушка говорила можешь курсовой защитить чуть не дипломную напиши студенческий меридиан оттуда ответили не у нас слова картинки народ поймет а этому не поймет ассоциативный метод не думаю это по плечу так вот учил и нас прекрасно мы за что и благодарны я спросил можно ли за и рубеж поехать закрепить знания а даже в гдр там можно было только через бюро путешествие что ли туризму спутник и все других способов не было это потом обмен пошел и прочее потом это все пошло а тогда не было ну на нет и суда нет я думаю зачем напрягаться на 4 госэкзамен по немецкому зал еще и забросил немецкий сейчас я иногда смотрю немецкую речь слушаю фильмы смотрю слышу много подзабыто но интересно так и по жизни много раз было я школе учился первоучительница была этническая немка но она боялась слова вымолвить что скрывала и вот эта учительница русского языка который я похвалил мария александровна оленик она говорила как раз мне про нашу учительницу первую шлей на фамилии спрашивали на капустниках там откуда мол ты мол не русская что ли она горит нет нет это что-то напутали от слова шлия дескать на самом деле она была этнической немка но сами понимаете первые годы после великой отече войны как бы к ней отнеслись ее супруг русский настоял партии была против но он на ней женился вот и потом еще много раз я встречался то на кипре немцы то встречались они обрадовались что я немножко знаю немецкий угощали мне всем говорят они скупые оказались купить и французы говорят больше всего потом много было где тот же генеральный консул фрг я как грамык уж буду горит фрг значит в этом в россии это мы с ним общались он похвалил мое знание немецкого может быть чисто как дипломат но мне кажется под был для этого серьезный я всегда мог сконструировать я когда учился в университете немецкий изучал я не мог зубрить текст я просто пытался понять перевести а потом своими словами этот текст заново родить вот в этом секрет один из успеху был другой конечно ассоциативный метод запоминание приходили ребята на второй день лексику сдавать я прямо на пальцах показывал там стороны шторы мешает смотреть на улицу сторону мешать вот дрешим дрожь дрожь молотить танцы стиген гена такой широкоплечье у нас учился ввести гену на границу укреплять границу фестиген фертреттен вера сан двойки было представлять фертретта на представлял сан двойку и так и так постоянно помогал нашим ребятам кстати тысячи сдавать интересно это тоже было там сколько знаков там надо было по немецкому перевод надо было осуществлять ручкой на полях стенографии мелко писал перевод и она не обращала внимание что стенографии там написал я еще еще школе учился освоил эту технику сам придумал первые до сих пор иногда пользуюсь стенографии могут все расшифровать ее года 23 назад отменили официальная заочные курсы стенографии московский закончил и надо нам дают какой-то там короче дают что законспектировать а я конспектирую все стенографии и преподаватель ставит sm смотрела мол хотя ничего не понимал я мог с тем же смехом анекдоты тогда воровали люди анекдоты написаны нормально в тетрадке толстой а я стенографически писал анекдоты никто не крал я мог этот тетрадку с анекдотами свою педагогу нашему университете засунуть и получить sm дескать смотрела молодец мог типа этого ну что сказать везде выкручиваться надо было где возможно везде учить немецкий тоже хитрость нужно было школе тоже самое школе я же начал говорить про стенографию свою оставляет я одно время был пятерщик а потом возненавидел все эти геометрию а потом это я по алгебре был там моим пятерщиком и вот оставлять после уроков она идет сытно покушать столовую учительница возвращается а я должен все рассказать показать я от тарабанил она будет больше можешь почему ты утром то не мог я и не говорю правил потому что а даже я сказал в другой части классной доски я стенографии свои все написал она не поверила что я могу иметь свою систему знаков не поверила просто я вот таким образом мог где написать своей систему стенографии свою она даже не стенографии стенографии скоропись а у меня просто зашифровано было свой шифр был хороший кстати очень вещь вот 11 минут у меня тут почти 12 я может завершу я хотел сказать о том как не важно жили на селе ну вот наверное может быть если у меня садится будет батарея скорее всего попозже что ли сниму я не знаю как народ реагирует у нас некоторые особенно в одноклассник социальной сети категорически вот все готовы прошлое единственно хотел им сказать жил наш народ здорово относительно предыдущих лет каких-то 20 лет наверное при позднем хрущеве началось и прибрежье раннем среднем и позднем продолжилось а до этого это было кошмарное житье и отец говорил не приведи господь вы говорите жиру беситесь жиру горбиситесь вот так что я постепенно все-таки вспоминаю что еще сказать я думаю будет что сказать позвольте завершить а все-таки продолжение того сюжета хочется сделать и плюсы там подчеркнуть какие-то и разумеется минусы той системы и нашего нашей жизни на селе без особых радостей все пожалуй спасибо за внимание